Для представителей строительной отрасли профессиональный праздник – своеобразная точка годового отчета. Именно к этому дню они подводят промежуточные итоги, озвучивают достижения в цифрах и фактах и смело говорят о планах и перспективах. Проанализирована ситуация за полугодие, выявлены слабые направления и более-менее просматриваются результаты до конца года. По результатам полугодия я могу сказать, что произошел рост значительный по многим показателям. Так, например, производительность труда возросла и составила 134% к уровню прошлого года. Выполнено объемы строительных монтажных работ 139% к уровню прошлого года. Удалось нам увеличить заработную плату на 22%. День строителя в Мозырь промстрой отмечают уже в 46-й раз. За эти годы было много побед. Проходили строители через кризисные времена. В 2016-м акционерному обществу пришлось пойти по пути оптимизации, сокращения сдержек и самостоятельного поиска работы. При этом руководство всеми силами старалось сохранить коллектив, тот, без которого даже при наличии объема вперед уже не пойдешь. Сегодня здесь говорят об открытых вакансиях. Если раньше мы испытывали определенные затрудненности для загрузки кадров, то на данный момент все кадры наши загружены. И в связи с ростом объемов работ даже планируем расширять рабочие специальности. Это основные наши специальности – каменщик и бетонщик. Сейчас из Треста, так это предприятие привыкли называть мазыряне, поступают позитивные новости. А значит, в День строителя есть двойной повод для праздника. Торжественное мероприятие организовали в лучших традициях комсомольских строек советских времен. Концертную площадку перенесли на свежий воздух, а творческую составляющую отдали агитбригадам. Сегодня мы немножко поменяли формат нашего праздника, хотели воссоздать атмосферу первых ударных комсомольских строек, чтобы наши ветераны вспомнили свою комсомольскую юность, а молодежь увидела, как это было. Поэтому наш праздник сегодня был организован по принципу агитплощадки, строительной агитплощадки, концертной площадки. На скамейках под навесами лучшие работники организации. Самые приятные моменты на праздничных собраниях – чествование и награждение. Грамоты и благодарности Министерство строительства и архитектуры, Райсполкома и Совета депутатов ежегодно вручают тем, кто упорным трудом добивается успеха в работе. С таким позитивом, как многие лозунги тех времен советских на работу с песней, с работы с песней, так я хочу, чтобы в вашем коллективе вот с такой позитивной нотой по жизни дальше вперед двигались, чтобы выполняли свой коллектив молодыми специалистами. За заслуженной наградой на сцену поднималась и бригадир Ирина Мазейко. Под ее руководством трудятся 25 человек, треть из них – мужчины. Ирина признается, справляться с объемами помогают упорство и позитивное настроение. А в работе видит немало плюсов. Мы не сидим на одном месте. Мы постоянно двигаемся в командировке. Это возможность узнать республику и мир. Мы были и в Туркмении, и в Сочи, сам бы, наверное, туда и не заехал, и в Венесуэле. На высоком уровне в районе области республики отмечают и руководство предприятия. Его нынешнего генерального директора Александра Гарриста ждал отдельный сюрприз. На празднике строителей авторитетному руководителю вручили памятную юбилейную медаль. Социальное партнерство – большой вклад в строительную отрасль и за многолетний добросовестный труд. Музыкальное поздравление прозвучали от талантливых детей из подшефной восьмой школы. В целом торжественное собрание по случаю Дня строителя прошли на всех профильных районных предприятиях, в частных и государственных организациях. К поздравлениям, прозвучавшим накануне, присоединяется и телеканал «Мозырь». Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Припеснов, телеканал «Мозырь».